Восьмую победу подряд добыл футбольный клуб «Севастополь» в чемпионате Крыма. В субботу, 19 ноября, моряки провели последний в этом году домашний матч. На родном стадионе они принимали борющийся за медали бахчисарайский «Козелтаж». Гостям удалось навязать севастопольцам равную борьбу в первом тайме. «Козелтаж» даже открыл счет. На восьмой минуте Халим Юнусов реализовал выход один на один. Моряки восстановили статус-кво на исходе получаса игры. Это сделал Олег Солович, оказавшись выше всех после подачи с углового. На перерыв команды ушли при равном счете. А уже на старте второй половины встречи хозяева получили право на 11-метровый. Его уверенно реализовал штатный пенальтист команды Дмитрий Матвиенко. «Козелтаж» пытался спасти игру. Однако контратаки севастопольцев были острее, а главное – результативнее. На 70-й минуте преимущество «Моряков» увеличил Александр Рыболовлев. А до крупного счет довел Виталий Мироненко. 4-1 – окончательный итог встречи. Это заключительная игра этого чемпионата дома, поэтому я хочу поблагодарить наш стадион, наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Уверен, что и в Таврии будет поддержка. Но в целом здесь спасибо за поддержку, за сезон. Мы все-таки играем для болельщиков. Что касаемо игры, во втором тайме мы выровняли игру, взяли под свой контроль и довели до победного результата. Я очень доволен вторым таймом. По первому тайму нужно, ну скажем так, провести теорию и определенные корректировки внести. А в целом я доволен командой. В Крымской премьер-леге осталось провести последний тур. В ближайшие выходные болельщиков ждет главное футбольное дерби полуострова – ТСК Таврия-Севастополь. Симферопольцы борются за бронзовые медали. А моряки, хоть и решили свои турнирные задачи, постараются завершить сезон без поражений.